Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники, подписчики моего канала Дача Без Проблем. С вами я, Бабин Иван Васильевич, Огромный Садовод. И сегодня я вам расскажу и покажу, что нужно сделать с кустом винограда, если вы решили старые толстые рукава, которые трудно уже укладывать, приебать к земле, когда мы их укрываем на зиму, заменить на молодые новые рукава. Или у вас с некоторыми кустами случилась проблема. Некоторые рукава сломались или сильно повреждены, а из корней у этого куста пошли молодые побеги. Вот это очень удобный момент, когда мы можем воспользоваться и из этих побегов оставить два или три, чтобы из них вырастить новые рукава и таким образом обновить куст. Работа будет состоять из нескольких этапов. Первый. Если у нас в кусту старые рукава подмерзли, засохли и на них ничего не распустилось, то их нужно сейчас полностью аккуратно удалить, вырезать или выпилить ножовкой. Второй этап. Изо всех побегов, которые начали отрастать от основания куста или от корней, выбрать два или три. В нашем случае конструкция шпалеры рассчитана как бы на два рукава, поэтому мы будем оставлять два самых здоровых, самых мощных побега. Третий этап. Их нужно надежно закрепить, чтобы они в течение лета росли вверх и не сломались. Для этого мы в почву воткнем вот такие колышки, привяжем их к шпалере надежно и к ним уже потом привяжем эти побеги. Четвертое. Все пасынки, которые растут на этих побегах, они нам практически не нужны. И разветвление тоже, если есть или будут появляться на этих побегах, тоже нам не нужны. Нам нужен ровный, стройный, хороший один побег, из которого будем делать рукав. Поэтому пасынки мы удаляем, оставив нижний лист, который в перспективе будет дополнительно работать. В нем будет идти активно процесс фотосинтеза и помогать старым основным листьям обеспечивать куст полноценными питательными веществами. Ну вот я вам показал, как выбрать, подвязать два молодых побега, из которых в перспективе будем формировать два рукава. Наша задача в течение лета создать все условия, поливать, подкармливать, защищать от болезней, чтобы эти побеги выросли полноценные, здоровые, хорошо вызрели. Осенью мы их укоротим, они перезимуют. Ну а на следующий год весной мы их привяжем на шпалеру, и они уже дадут нам первый урожай. И в течение многих лет в дальнейшем будут регулярно ежегодно полносить. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал «Дача без проблем». Задавайте свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу.